Ну, во-первых, мы этот турнир рассматриваем как подготовку к основным играм, да, и это первая игра. Ребята в данный момент играют под нагрузкой, под теми нагрузками, которые были на первом сборе. Первый сбор мы провели очень интенсивно, и по большому счету не было как таковой игровой практики. То есть, по большому счету, вот эта первая игра, где мы могли полноценно сыграть на два кольца в таком режиме, в таком спарринге, да. Но я трагедию не делаю с поражением, ввиду чего. Мы отрабатываем, на вчерашней игре отрабатывали некоторые игровые схемы, как нападение, так и в защите. Игра, опять же, складывалась так, что три четверти игры у нас получилась. Команда бежала, команда выполняла то, что было задумано. В четвертой четверти прошел, пошел там спад как таковой, как стопор, да. Но это, опять же, ввиду того, что, ну, еще нету тех физических кондиций, да, вот именно специальной физической кондиции к таким играм. Но ребята старались в самоотверженности и в желании победить, у них это не отнять. Не получилось, конечно же, 29 ошибок, это как бы ни было тяжело, это непростительно. Но какие ошибки были, да, ошибки были на скорости, да, на принятии решения. Не все мне нравится в том, что как те или иные игроки принимают в этой скоростной игре, принимают решения. Над этим надо работать. Тот стиль, который тренерский коллеги хотел бы видеть, мы будем поддерживать. И они понимают, что, игроки понимают, что эта игра должна быть такая, да, но только не столько потерь. Все бы сложилось по-другому, если бы уменьшить этот компонент. Плюс мы, опять же, не справились с тем, что свои мячи, свои легкие мячи мы не забили. С чем это связано? С тем, что там плотнее начали играть или защита была более плотнее, нежели первой половине. Я не могу так сказать, болгары добротная команда, крепкая команда, здесь два американца натурализированных. Команда играет такой силовой баскетбол. В принципе, как и все команды, да, сейчас нету таких интеллигентных команд. Все играют в контакте, все играют на грани фола, быстрый баскетбол. Нам нужно стремиться противодействовать этой защите. Не за счет этих потерь, конечно же. Но запас есть, запас прочности. Я думаю, что ребята притираются именно к этой схеме игры. Ну, следующая игра будет уже в другом стиле. Сегодняшний соперник Израиль играет очень добротный баскетбол. Быстрый, агрессивный, как в нападении, так и в защите. Команда ровная, команда, которая быстро переходит от защиты в нападении. И угроза от любого игрока с периметра внутри очень-очень много они на этом зарабатывают. Как нам справиться, подстраиваться под их игру, я не думаю. У нас есть план и на эту игру. И мы хотим, опять же, отработать те или иные элементы. Опять же, увидеть, как против таких быстрых и невысоких центровых будет действовать наша центровая. Как задняя линия учтет те ошибки, которые были в первой игре. Потому что, да, много было, много было, ну, такого непростительного, да, по отношению к задней линии, когда она играет без угрозы. Да, перевести мяч, организовать, это было все. Но угрозы от задней линии не такая была, как бы мы хотели. В этом компоненте мы должны добавить. Ну, и все остальные, те, кто мало играл в прошлой игре и не играл вообще, сегодня попробуем другие связки. Но, опять же, это не означает, что мы будем плыть по течению, да, как сложится игра. Нет, конечно, всегда будет перед игроками ставиться задача выиграть. Выиграть на фоне усталости, на фоне того, что мы отрабатываем дельные элементы. Но выиграть должны, обязаны стараться выигрывать. И вот это правило, которое должно быть все время находиться в головах у игроков и фактор победителя. Да, не всегда будет так легко удаваться это. И, опять же, как сложится эта игра, покажет. Но, опять же, нужно добиваться в каждой игре победы. Посмотрим, как получится, но будем стараться. Мне лично показалось вчера, что абсолютно неготовыми игроки оказались к тому уровню силового контакта, который судьи позволили, особенно в четвертой четверти. Это хороший урок для наших игроков, то, что мы будем встречаться с командами, которые не сильно отличаются джентльменскими отношениями. И, в принципе, такая силовая борьба, силовая защита, защита нападения, это присуще многим командам. То, что надломились, я не думаю, что они надломились так основательно только из-за этого. Нет, опять же, я думаю, что подселе не хватило, опять же, той мобильности, которая была в первых трех четвертях, не хватило, может быть, той концентрации принятия решения в той или иной ситуации. Это послужило тому, что концовку мы отыграли не так, как хотелось бы. То, что против нас так защищается, на данный момент это нормально. И противостоять этому нам нужно уметь. Нужно достойно выходить из тех иных ситуаций. Так что, опять же, мы учимся, опять же, такие игры нужны. Каждая игра здесь, на этом турнире, это как тренировка. Тренировка ума, тренировка нервов, тренировка физких кондиций. Первая очередная задача на этом сборе – это посмотреть индивидуальные качества игроков или сыграться как команда. Тренировский коллектив решил так, что есть костяк команды, которые на данный момент уже есть, да, из тех игроков. Те связки, которые у нас прослеживаются. И те игроки, которые будут добавляться в эту команду, они будут добавлять в тот арсенал действий, там, арсенал тактических, технических действий. Они только будут добавлять. Им будут те игроки, которые будут добавляться, им будет, я не могу сказать, что проще, но уровень мышления, я так понимаю, что им позволит безболезненно войти в коллектив. Хорошо, удачи всем сегодняшним. Спасибо большое. Спасибо.